Как вы считаете, то есть, ну, на мой взгляд, я все-таки пропагандирую граффити как искусство, а в данном случае это портрет неизвестного, и рядом с ним очень много стрит-арта. Сейчас мы едем на Витте-де-Витт-страт, самую тусовочную улицу. Здесь у нас примерно что-то наподобие, там, типа Бэнкс и тому-то, а вот подобное, короче, всякая лажа. Осталось 3 минуты, сейчас попробуем на улице Витте-де-Витт-страт найти уличное искусство. Здесь по-любому что-то должно быть, а народ уже тут развлекается. Ну вот, как я и предполагал, здесь мы нашли кусочек уличного искусства. Такой, в принципе, немного в попсовом стиле. Кто у нас автор? Окс Эллен Марк Госсу. Окей. Такой попсовый немножко стиль, да? Но, опять же, отсылка к Роттердаму. Здесь у нас Горилла, Африка. То есть, у нас все-таки Роттердам такой воспринимается некой Эфиопией. Или в целом, как бы, вся Голландия даже, наверное, так воспринимается. Но имеется в виду большие города. Понятно, что где-то в деревнях люди более консервативные и не так воспринимают жизнь. Ну и вот это, наверное, все-таки связано с рекламой этого заведения. Ну и вот мне подвернулся кусочек уголок протеста. Здесь у нас все, кому не лень, выражают свой протест. Видимо, здание сейчас находится без хозяина. И стены граферы сразу это прочухали, что можно здесь бомбить. И вот сразу начались акции вандализма. Ну, по факту это вандолин, потому что здание, наверное, до 60-х. В принципе, уже какой-то исторический контекст. Очередная порция стрит-арта. Такого немного в наимном стиле. Ну, в принципе, это намного лучше, чем всякая попсня в духе Бэнкси и ему подобных. На углу, опять же, Виты Дэвид Штрата я нашел небольшой кусочек искусства. И это, в принципе, можно обозначить как искусство. Видно весь город сверху, как будто. То есть, находясь снизу, мы видим город сверху. Это, короче, искажение перспективы. Это вынос мозга реальный. То есть, так, я не знаю, у меня нет слов без комментариев. Попробуем подъехать поближе, посмотрим, что... Ну, вот, вы сами видите, да, как будто это все с высоты смотрится. Охренеть. Затем не стоит удивляться, мы еще не в Бруклине. Это всего лишь продолжение Роттердама. Я продолжаю освещать стены, роттердамские стены. И знакомить вас с граффити. Моя основная цель и фокус лежит на том, что граффити это искусство. Я вам это докажу. Ну, вот, моему вниманию представился следующий кусочек с граффити. То, что мне попалось и удалось найти в районе метростейшн Маркони Пляйн. Здесь можно наблюдать различные человеческие фигуры. Кто-то играет на скрипке, кто-то на баяне, кто-то копает, кто-то что-то тащит. Вот, в общем, такая жизнь. Голландцы, они такие простые люди, ну, имеется в виду даже те, которые стоят в высших или управленческих чинах. Они все равно пытаются быть ближе к народу. И голландцы воспринимают жизнь достаточно просто. Кто-то вспомнит ту же картину Ван Гога. Едоки картофеля. Это же вообще, то есть, как бы, ну, понятно, художник, который вышел из крестьянской среды. Прямые, достаточно простые мотивы. Вот можно видеть даже человека, который своей рукой закидывает себе селедку в рот. Кто увидел, тот молодец. Здесь граффити выполняет роль или несет функцию, в принципе, искусства, да, украшает данный район. И этот район находится на окраине Роттердама. И он представляет собой, в принципе, этот такой рабочий район. И здесь, соответственно, подобные граффити исполнены. И, с одной стороны, несут социальную нагрузку. То есть, как бы, показывают людям, что вот, рабочая профессия, это круто. Посмотрите, как переделали портовые складские помещения под жилье. Это, в принципе, ну, стало, опять же... Город растет, город развивается, город расширяет свои границы. И, безусловно, там, где были складские портовые сооружения, теперь находятся дома. Ну все, мои дорогие телезрители, заканчиваем, заканчиваю свое вещание на Витве де Вильстрад. Ждите наши следующие репортажи о граффити в Роттердаме.